всем привет привет мои подписчики привет друзья зрители сегодня необычный такой сюжет как обычно необычный в общем зашел на днях хорошему человеку и он мне подарил такие вот купюры 100 рублей билет банк россии пластиковые которые пластиковые купюры посвященные не мундиалю который прошел у нас летом 2018 года такие вот монетки сколько 25 рублей банк россии фифа вордкап россии 2018 теперь у меня вопрос любителям футбола и любителям жизни а футболе наверное уже многие забыли а отголоски и так сказать эхо и та самая лопата которая по хребти не дала нам всем как-то из головы то не выходит начинаем мы за все это рассчитываться и сегодня я хотел бы вам рассказать кто же все-таки заплатил за мундиаль 2018 и так я не буду умничать залез в интернет собрал информацию и пожалуй вам зачитаю то самое то сокровенное чего мы или от чего мы так сильно огребли и как мы с вами рассчитывается за мундиаль за футбол будь он не ладит этот пьяный спорт и так пока вся страна ликовала находилась в эйфории а от всего общего праздника успехов нашей сборной в правительстве усердно работали подведем итоги чемпионата мира и посмотрим какие законопроекты были приняты или внесены на рассмотрение так сказать под шумок пока уровень патриотизма взлетал до небес и так первую очередь повышение пенсионного возраста пожалуй решение правительства повысить пенсионный возраст стало самообсуждаемой темы последнего месяца до последних месяцов вообще вот буквально на протяжении грубо говоря как они приняли этот поганый закон антинародный мы с вами об этом говорим пока что только говорим это затмить недовольство россиян не смог даже самый дорогой в истории чемпионат мира по футболу пока мы боготворили дзюг уголовина и кинфеева нас потихоньку кто-то готовили к тому что работать придется на несколько лет дольше до пенсии пожалуй даже вот не все однако министр финансов антон силуанов заявил что никакой связи между мундиалем и пенсионным возрастом нет странно ну да ладно и все же пенсионная реформа стала лишь первым звоночком затем у нас пошло с вами повышение ндс это был второй такой неожиданный удар со стороны нашего антинародного правительства которое они нанесли нам обычным гражданам россиян практически одновременно с пенсионной реформы был одобрен из законопроекта повышение ндс этот показатель увеличился с прежних 18 процентов до 20 как заявил тот же самый силуанов все эти меры помогут бюджету пополняя его в год примерно на 600 миллиардов рублей а это в свою очередь укрепит экономику поэтому все на благо родного народа и любимой страны он так однако энтузизм разделяет не все эксперты некоторые верят что повышение ндс просто ускорит темпы инфляции увеличит цены на жилье продукты и по сути вот все что нас окружает все включен ндс да и на зарплате уверенный спект это тоже отразится но правда не в лучшую сторону потому что зарплату нам как раз не повышает так немножечко порадовались на чемпионате переплачивайте всю оставшуюся жизнь следующий у нас пункт третье уже повышение тарифов жкх так если ндс это что-то непонятное хотя и касается нас всех то вот жкх это удар уже ниже пояса с 1 июля цены на тарифы выросли в среднем на 4 процента хоть вас и говорит что все по правилам и что средний допустимый показатель не превышен россияне все равно остались недовольны потому что за прежнее качество отныне нужно будет платить больше масло в огонь подливают и эксперты которые уверен что повышение тарифов жкх покрывает воровство властей как пить дать далеко ходить не надо что у нас дальше следующее у нас с вами четвертый такой антинародный закон это повышение госпошлины под шумок также подскочили госпошлины на оформление некоторых документов теперь за оформление загранпаспорта придется заплатить 5000 рублей вместо прежних трех с половиной на 50 процентов выросла госпошлина свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения они стали стоить 1500 и 3000 рублей соответственно закон вступил 3 августа однако легче от этого не стало тем более что объявили о повышении во время проведения того же самого мундиаля это все мы с вами ребятки и рассчитываемся за мундиабль который нам не совсем то и нужен был следующее что у нас ужесточение правил получения кредитов пока россияне кричали гол в правительстве решили позаботиться о народе с первого сентября взять кредит в россии станет сложнее я успел взять ипотеку до этого момента поэтому расплачиваюсь уже в полной мере и так примечательно что решение об этом было все тоже во время проведения чемпионата следующего глобальная слежка закон яровой конечно готовился задолго до чемпионата мира по футбол однако тоже вступил в силу именно во время всеобщей эйфории от праздника с 1 июля теперь все наши сообщения звонки а также различные файлы мобильные операторы интернет провайдеры будут хранить течение полугода будьте внимательны что пишите куда пишите зачем пишите и вообще если смысл писать и тем более говорить что еще у нас пошло увеличение пошлины на заграничные покупки с 1 июля изменились правила ввоза в россии интернет покупок беспошлиный порог снизится вдвое если раньше максимальный беспошлиный порог ввоза на товар купленный зарубежных интернет-магазин составлял 1000 евро то сейчас он уменьшится вдвое это 500 евро то есть выше 500 евро соответственно вы будете уже очень много платить налогов следующее у нас повышение тарифов осаго с 1 июля начался очередной этап модернизации осаго звучит конечно интересно но это лишь очередное повышение цен на тарифы говорят эсперты уже сейчас страховщики получают прекрасную возможность официально повысить на 20 процентов базовый тариф осаго расчеты центрального банка показывают что средний среднего водителя поле сможет подорожать на 1200 рублей а для обладателей самых дорогих страховок на 7000 рублей пока конкретики никакой нет так что есть надежда кто пронесет хотя глядя на списки изменений которые пришли нашу жизнь за месяц чемпионата верится с трудом вот а уже прошло больше месяца и у нас еще такой основной закон отказ увеличить расходы на лечение рака минздрав разработал у нас проект который предполагает улучшение медицины по нескольким направлениям одно из которых предполагает переоснащение онкологических центров а также выделение дополнительных средств на борьбу с раком однако кабмине сказали что проект не одобрят какой может быть рак когда в стране чемпионат мира по футболу в общем боритесь сами как хотите это конечно не полный список но даже по самым скромным по счетам в этой негласной войне между народом и властью счет пока 90 ну и не в нашу пользу мы с вами проигрываем крепостное право пожалуй ведут слово я уже думаю так что ближайшее время они постараются они уже говорят об этом некоторые политики не боятся не стесняются в ближайшее время у нас отменят вообще пенсию наивные терпелоиды которые уверены своем воровском правительстве которые с пеной у рта доказывают что сейчас все стабильно и хорошо ну что я могу сказать соболезную вашему псевдо патриотизму вы видать не понимаете что с вами со всеми делал и что еще можно сказать данное основное могу сказать от себя зарплата у меня за последний год уменьшилась два раза у нас хакасии запущен очень такой интересный проект я не боюсь рекомендую подписываться на канал рекомендую подписываться в группу в контакте ссылки будут ниже обязательно это те люди которые без страха заявили о своем желании изменить нас нашу с вами жизнь к лучшему я состою в этих рядах напоминаю что я президент абаканской федерации киокусинка и каратэ и каратисты мы люди тоже непростые мы люди с характером и нам устали терпеть этот беспредел и хаос мы устали терпеть вот эти вот антинародные законы которые загоняют нас в долги которые унижают нас и оскорбляют но при этом все это антинародная власть шикует и жирует за наш счет качая деньги качая ресурсы из нашей с вами родины поэтому призываю всех подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на канал я не боюсь подписывайтесь группах я не боюсь будьте с нами вместе с вами мы сила нас никто не сможет одолеть хватит уже сидеть и бояться всем удачи ставим палец вверх подписываемся пока пока